Вполне возможно, что география нашего города была бы совсем иной, если бы не одно чрезвычайно важное обстоятельство. Дело в том, что в 1723 году Демидовы нажаловались Петру I на Татищева, обвинив его ни много ни мало в превышении должностных полномочий. Дело в том, что Татищев, в свою очередь, не давал заводчикам здесь своевольничать. И вот в этой битве титанов победили, увы, Демидовы. Пока инженер находился под следствием, его коллеги, как бы мы сейчас сказали, оптимизировали проект. В планах Татищева четко фигурирует идея постройки огромной заводской плотины напротив современной северной дамбы. Сооружение одновременно выполняло бы роль моста, соединяя два берега Ягашихи. Но, однако, эта плотина началась строиться не там, где была запланирована Татищевым, а в том месте, где плотинный мастер Одинцов выбрал самое короткое место между двумя склонами оврага. И эта плотина стала одной из самых небольших на Урале и строилась, очевидно, по экономическим причинам. Татищев очень скоро был оправдан, но время-то упущено. Проект с плотиной уже реализован. Ему остается только упрекать начальника строительства за своеволие. 250 лет людям приходилось с горы Ягашихинской спускаться вниз, переходить около Перми-1 через мостик к речку Ягашиху и подниматься сюда на гору снова на телеге. Это был путь в несколько лишних верст и сопряжен с огромными трудностями спуска с большой высокой горы и подъема на Оную. Можно только вообразить, сколько временного ресурса потрачено многими поколениями жителей левого и правого берегов, чтобы добраться друг до друга. И все потому, что Демидовы насплетничали на Татищева, преследуя меркантильный интерес. Одна сторона гигантского лога соединилась с другой только в 20 веке, ускорив развитие аутсайдера, который правый берег, увы, так и не догнал. Полина Рифа, Владислав Рашидов, ВЕТТ-24.